Я сегодня так счастлив, так рад вас всех видеть. Очень хорошее время мы проводим. Когда мы понимаем свою власть и источник нашей власти, то так легко, намного легче преодолевать обстоятельства в нашей жизни. Так как нужно знать нам, что вся наша власть исходит от Него. И не из какого-то другого источника. Он дал ее нам, чтобы мы могли... владычествовать над всем, что произойдет вокруг. Мы это можем делать. И мы никогда не будем поражены. И мы победители. Вы победители. Алло! Алло! Вы не неудачник. Вы не неудачник. Вы победитель. И это тема нашего последнего занятия. Последних занятий. Все мои ресурсы в нем. Все, что мне когда-то понадобится, я нахожу в нем. Многие люди ищут во всех возможных местах, всевозможных местах, чтобы найти ресурсы для преодоления каких-то обстоятельств жизненных. Но мы знаем, что мы должны искать только в одном месте свои ресурсы в нем. Давайте откроем Плач и Иеремии. Третья глава. Третья глава. 21-25. 21-25. Вот что я отвечаю сердцу моему, потому уповаю. И в 24-м. Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Буду надеяться на Него, буду ожидать Его. Скажу, что некоторые вещи очень трудно проходить для человека. И одна из таких вещей – это ожидание. Очень трудно ожидать, иметь это терпение. Мы хотим, чтобы что-то происходило внезапно, сразу же. И иногда, когда нам пророчествуют, мы ожидаем, что это произойдет сразу же, буквально. Через неделю, через две. И если такого не происходит, это не было пророчества. Мы думаем. Но Библия говорит нам ожидать Его с терпением. Не только ожидать, но ожидать с терпением. Ожидая, ожидая получить. И это иногда очень трудно понять для нас. Однажды я ввел машину, и еще в машине сидела жена, мои маленькие дети. И была жаркая погода на улице. У меня четыре мальчика. Четыре. Только четыре мальчика. Один из мальчика спрашивает, «Папа, можешь купить мороженое?» Я сказал, «Да». И с того момента они ожидали, ожидали, что получат мороженое. Поэтому мы ехали, доехали до того места, где продают мороженое. И они сказали, «Давай купим мороженое здесь!» Я сказал, «Да, знаю». Но мы не могли бы купить здесь, но мы так и не купили. Я сказал, «Нет, еще нет». И вы ехали. И вы ехали. Дальше мы ехали, и они снова ожидают следующее место. Папа! Мороженое! Мороженое! И они продолжали напоминать мне постоянно. Мороженое, мороженое, мороженое. Папа, вот там, вот там, тут. Мороженое. И в конце концов, когда мы остановились, чтобы пообедать, я купила мороженое. Мы приходим к Богу и говорим, «Бог, Папа, вот сейчас время, вот именно сейчас». Но ничего не происходит. Жизнь продолжается. Еще одна возможность приходит, «О, вот это оно!» «Но этого нет там». Есть тайна. Если вы сможете ожидать в терпении и предвкушении Бога, и то Он даст вам то, что обещал, оно исполнится. Очень важно понимать это. Поэтому, когда мы применяем свою власть, что-то происходит. Даже если мы еще этого не видим, что-то происходит. Происходит в духовном мире. Проходит некоторое время, и это воплощается в физическом мире. Но когда мы применяем свою власть, мы тоже должны ожидать и надеяться, что Он сделает это. Потому что, слушайте это, мы, имеющие власть, не так же. Вы и я, имеющие власть, это не так же, как мы делаем. Мы не понимаем это. Мы не делаем это. Мы не применяем это. Если я имею власть, я могу делать вещи в моей власти, но это не я, кто делает это. Это Он, в меня, кто делает это. Когда у меня есть власть, и я что-то делаю с этой властью, в Его власти, то это не то, что я делаю, это Он делает через меня. Это две разные вещи. Я должен ожидать от Него, Его ожидать, Его движения. Иногда это происходит сразу же. Иногда немного позже. Но суть в том, что это происходит. Нам дана власть. 1 Петра 5, где сказано, противостаньте дьяволу, и Он убежит от вас. Там не сказано, что сразу же убежит. Но там сказано, что убежит. Поэтому я поощряю вас, потому что вы не сдавались, но чтобы все ваши ожидания были на Него, от Него. Потому что в Нем все ваши источники. Все, что вам когда-то понадобится в вашей жизни, находится в Нем. А не в каком-то человеке, но в Нем. И вы должны это истинно проникнуть так глубоко ваш разум в вас, чтобы вы никогда не потеряли это. Когда вы идете по улице Одессы, вы идете вместе с Ним. как и Адам ходил вместе с Богом. Вы ходите вместе с Ним постоянно. Никогда вы не ходите сами по себе. И ничего не происходит по вашей вине. Все происходит, исходя из Него. Он становится причиной чего-то. И когда вы приняли Ешуа в свое сердце, и вы приняли спасение в своей жизни. Пришло ли это спасение к вам из-за вас, по вашим заслугам? Нет. Благодаря Ему. Когда я молюсь о больных людях, каких-то раненых, израненных людях, и они исцеляются. Разве это за меня? Нет. Потому что ради Него, из-за Него. Всегда все из-за Него происходит. Потому мы можем ожидать от Него. Потому что Его обетование нам в том, что Он всегда будет с нами. Каждый день. Всегда. Вовеки. Он будет вместе с нами. Это обетование. И это означает для вас, что нет ни одной секунды в вашей жизни, когда вы сами по себе. Когда Он отлучился от вас. Он всегда будет вместе с вами. Это означает день и ночь. И вы никогда не одни. Даже если вы чувствуете себя одиноким, вы не одни. Даже когда вы в постели лежите одни. Вы не одни. Я вам скажу, что. Когда был в Измаиле, там была женщина одна. Она была бесплодна. У нее была бесплодна. У нее было бесплодие. Она не могла держать детей. И ее мужа была проблема у ее мужа также с рождением. И они не могли иметь детей. Мы можем операцию сделать, но у детей у вас не будет. Поэтому она пришла, чтобы мы помолились. Она хотела детей. И я помолился за нее. Я сказал, сегодня, когда ты возвращаешься домой, и когда ты войдешь в свою спальню, и будете готовы делать то, что делают для того, чтобы иметь детей, прежде, чем вы что-либо будете делать, молитесь. И просите, чтобы Дух Святой был в вашей спальне. Никогда не проводите время сами по себе. Просите, чтобы Дух Святой вошел в вашу спальню. Чтобы Он был среди вас, везде, в всей комнате. Прежде, чем делать что-то, поговорите полчаса вместе с Ним. Она сказала, хорошо. Потом, через шесть месяцев, я снова приезжаю в Измаил. Она была беременна. И от болезни она не исцелилась. Она все еще была больна. И доктора все так же говорили, что у тебя не могут быть детей, но она была беременна. Видите, что все наши ресурсы в Нем. В Нем. Он все, что вам необходимо. И она родила очень красивого мальчика. Удивительно, что Господь может сделать, когда мы доверяем Ему. Что-то вообще зависело ли от меня? Нет. Все это Он. Это Он. Поэтому это означает, что вся моя жизнь сконцентрирована на Нем. И вся ваша жизнь, суть ее в Нем. И Он все, что вам нужно. Независимо от того, в чем вы нуждаетесь, Он все еще тот, в ком вы нуждаетесь. Если вы молились о чем-то, месяце или годы, и не получили этого, ожидайте терпения, потому что Он все, что вам нужно. И Он даст вам то, в чем вы нуждаетесь. И как Библия говорит, мы можем просить Его о всем. Если Его Слово пребывает в нас, и мы пребываем в Нем, то мы можем просить Его о всем. И Он даст это. Я говорю это для того, чтобы вы знали, все ваши ресурсы находятся в Нем. Помните ли вы этого блудного сына? Возвращается Он домой, Отец дает ему кольцо, одежду. И все восстанавливает. То старший сын огорчается. Так огорчается. Почему? Потому что Он забыл то, что у Него есть. Он забыл то, что у Него есть. Он начинает думать, «Ну что, младший братик растратил все». Возвращается домой, хочет еще больше взять. Он захочет еще мое забрать. Он завидует. Он ревнуется, он огорчается и злится. И говорит своему отцу. И помните, что отец сказал ему? «Мой сын, все мое Твое. И Ты всегда со мной. И все, что есть у меня, принадлежит и Тебе». Он жил, он ходил в доме своего отца. И он жил в окружении всех ресурсов, которые только ему нужны были. И даже в это самое время не понимал всей той ценности, которую он имел, которую обладал. Даже если тот младший возвратился и еще получит часть, вторую часть, даже несмотря на это, все, что было у отца, принадлежало и старшему сыну. Иногда мы забываем, что есть у нас в Нем. Мы просто забываем. И из-за того, что мы забыли, так и никогда не используем. Так как никогда не используем, мы боимся, что те, кто использует это, получат больше, чем я. Но ты можешь использовать просто то, что у тебя уже есть. У тебя уже это есть. Используй это. Говори с Ним каждый день. Каждый день общайся с Иешуа. Он просто ожидает, что вы будете с Ним зависать. Он не будет навязывать себя вам в вашей жизни. Он ожидает, что вы будете говорить с Ним, чтобы Он мог говорить вместе с вами. Он хочет дать вам все, в чем вы нуждаетесь. Он хочет, чтобы вы использовали свою власть. Потому что, если мне отдали очки, я думаю, о, я плохо вообще читаю, вижу. Но, к счастью, я получил эти очки. Как хорошо, что у меня всегда под рукой будут эти очки. Потом я сажусь. О, там в филиппийцам, как написано, у них не Еврема или Матфея. В принципе, неплохо вижу, что там сказано. Кто-то подходит ко мне. Ничего ты вообще не можешь прочитать это. Ой, у меня плохое зрение. Мне нужны очки. У тебя же есть очки. Да, я так рад, что у меня эти очки. Я очень рад. Поэтому хорошо, что эти очки есть у меня. Но хотел бы я еще прочитать более ясно. А, чтобы мои глаза были лучше, видели. Но почему ты очки не оденешь? О, нет, это подарок, это подарок. Часто мы поступаем с нашей властью. У нас есть власть, но мы ее не используем. Мы ценим ее, но мы не используем ее. Она там где-то есть. Однажды один мужчина очень сильно заболел. Попал в больницу. Это было очень много лет назад. Я пошел навестить его. И я сказал, ой, так жаль, что ты заболел. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь? Ну, я пришел поговорить с тобой. Я тебя люблю, ты мой друг. Надеюсь, что ты выздоровеешь. Надеюсь, что ты позвольте домой. Купил ему цветы. Он сказал, цветы для женщины, не для меня. Но я просто хочу показать свою любовь тебе. И надеюсь, что ты выздоровеешь. И что вообще доктора с тобой делали, я спрашиваю. Операцию провели? Или там медикаменты какие-то приписали? Проходит полчаса где-то. О, у меня расслужение, собрание, встреча. Надо идти домой. Рад был тебя видеть. До встречи. Надеюсь, что я тебя встречу в следующий раз. Поэтому я пошел домой. И когда я приехал домой, моя жена сказала, Ну, как там? Хорошо провел время в больнице? Да. Я ободрила его. О, хорошо. Но ты молился за него? Нет. Я забыл. Я даже не думал об этом. Иногда мы так себя просто ведем. Мы просто забываем, мы слишком смущены. Или мы не используем в тот случай, если ничего не получится. И один человек сказал мне, я не буду молиться за больных, потому что он не уверен, получится ли что-то или нет. Я взял Библию. Ты что, не уверен, что это не получится? Да. Это будет работать. Окей, но это говорит, молиться за больных. Да, но это не про меня. Но я говорю, это для каждого. Причтите Матфея 28, Марка 16. Идите и готовьте учеников. И еще один стих. Исцеляйте больных. Молитесь о больных. И легко идти в мир. Но трудно исцелять больных. Потому что мы не знаем, как использовать свою власть. Мы себя чувствуем так неуверенно, когда начинаем такое делать. Но сейчас суть в том, что не в вас все дело, дело все в Боге. И на вас лежит ответственность. Исцелить человека. Он это и сделает. И видите ли, что власть дана для того, чтобы мы использовали ее. И Бог ищет людей, которые будут использовать свою власть. И мы должны использовать свою власть. И мы должны привыкнуть к этому. Давайте читаем Филиппийцам 4.6. Что это говорит? Что это говорит? Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Не бойтесь ничего, но в любом обстоятельстве. В любом обстоятельстве, не то, что на 90%. Не в тех обстоятельствах, где вы себя уверенно чувствуете. Но в любом обстоятельстве и во всякой вещи. Последствием молитвы. С благодарением. Продолжайте открывать свои желания перед Богом. Продолжайте говорить о своих желаниях к Богу. О чем это говорит? Чтобы каждый день говорили с Ним. И чтобы эти обетования мы могли Ему приносить каждый день. приносить и не устанавливать от этого. Но делать это каждый день. Приносить перед Ним. И здесь говорится о том, чтобы не сдаваться. Не знаю насчет вас, но были времена, когда я сдавался. Были ли вы в такой ситуации, когда вы молились, 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 и потом, в конце концов, потеряли свою надежду? У меня было. Я был в такой ситуации. Затем приходит Дух Святой и восстанавливает мой разум. И все, что после этого я вижу, это надежда. Что я буду ожидать и буду надеяться на Него. 11 лет назад один пророк сказал мне сказал, что ты встретишься с одним человеком с одним мужчиной у себя дома. На своем острове, где ты живешь. И он станет причиной пробуждения. Когда люди будут приходить в Церковь сотнями. Твою Церковь. Это было 11 лет назад. И все, что я испытываю, то, что Церковь уменьшается с каждым разом. Меньше и меньше и меньше. Поэтому, в конце концов, люди начали говорить о церкви, в которой я был. И они сказали, что эта церковь никогда не будет ревизу. И поэтому пошли слухи по моей церкви, на этом острове, где я живу, что никогда не будет никакого пробуждения в Его Церкви. И они сказали, что эта церковь никогда не будет пробуждения в Его Церкви. Она слишком маленькая. У тебя даже нет вместительных помещений. И у них получилось сместить мой фокус в сердце Бога. И посмотреть на Церковь. И я начал говорить, да, Вы правы. Вероятно, у нас не будет пробуждения. И я упал в эту яму и говорил о Церкви негативно. до тех пор, пока пастор один не посетил меня дома. И я сказал им, Вы даже не представляете, как трудно быть в этом месте. так трудно. Я не знаю, что делать. Никто не хочет делать то, что я говорю им делать. Никто не хочет помогать мне. И его жена сказала, Хватит. Я говорю, хватит что? Все то негативное, о чем ты говоришь. Ты говоришь, о той Церкви, которую ты хочешь. Ты постоянно говоришь, никто не делает то, что я говорю. Никто не хочет мне помочь. Я всегда один. Ты знаешь ли, что то, что ты говоришь, то будет. И на самом деле, никто не захочет помогать тебе. Хватит так говорить. Это открыло мои глаза. Я сказал, Господь, прости меня. Я смотрел на обстоятельства, а не на Тебя. И видите, насколько важно, чтобы мы были сфокусированы, не теряли фокуса, не сдавались. Когда я молился, я просил прощения у Бога. Снова он возвратил меня к тому пророчеству. Я сказал, Господь, этого не произошло. Он сказал, нет. Помнишь своих детей? Как ты проходил, проезжал один магазин за вторым магазином, и они кричали. И также ты кричишь о пробуждении. Ты что думаешь, что не будет пробуждения у вас? И я сказал, Господь, прости. Я был неправ. Ты прав. Прости меня. И я отвратился от этого негативного, нечестивого пути. И я решил сконцентрироваться, свой взор и стремить на сердце Бога. Так как истина в том, что пробуждение будет у нас. И истина в том, что Слово Господа прибудет. И я решил в своем разуме доверять Слову, верить Слову. И обстоятельства не сместят мой фокус, не превратят меня в негативного человека, думающего. И я останусь позитивным, потому что тот, кто вместе со мной, сильнее того, кто в мире. И мне все равно, сколько еще десятилетий пройдет. Но у нас будет пробуждение. Потому что так было сказано и так написано. И то, что сказано и написано, это истина. Мне просто следует ожидать с терпением Господа и не смещать свой фокус. И часто у нас проблема такая. Мы часто теряем свой фокус. И я хочу, чтобы вы поняли этот принцип. И только когда вы не потеряете свой фокус, вы сможете использовать свою власть. будь это в вашей семье, в вашей церкви, в обстоятельствах, на своей работе, или в чем-то еще, в чем вы нуждаетесь. вам была дана власть. И вам была дана власть, чтобы применять эту власть в своей жизни. Поэтому делайте так. Возьмите эту власть. Вы видите, насколько важно это понимать. не позволяйте своей власти оставаться так на стороне. Используйте ее. Поэтому, когда я снова одеваю свои очки, вау, теперь я вижу. Видите? Теперь. Оу. Чего я их раньше не использовал? Тоже можно сказать и о вашей власти. У вас есть власть царствия. Власть, данная Всевышним Богом. Всякий демон, всякий дух, обречен на то, чтобы поминоваться вам, когда внутри вас есть Христос. Всякий демон может устоять против вас. Ни один. И ничто когда-либо сможет вас когда-то воспрепятствовать вам, если только вы останетесь сфокусированными на Господу. Поэтому в следующий раз, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, молитесь. Просите Бога. Должен ли я что-то предпринять в этом? Хочешь ли ты, чтобы я молился об этом? Либо у тебя кто-то другой есть на уме? Потому что иногда нам не позволяется что-то делать. Потому что для кого-то другого Бог предназначил это сделать. Есть другие люди, которые нуждаются в ободрении. Поэтому Бог их ожидает, ищет. Иногда Бог будет использовать для молитвы о ком-то. Иногда Бог будет вас использовать. Не бойтесь, но надейтесь на Господа. я скажу вам, если вы понимаете принципы власти в Царстве, то ваша жизнь станет путешествием от самого начала и до конца. И вы будете видеть то, как Дух действовать будет в вашей жизни и вокруг вас. вы будете видеть исцеление людей, вы будете видеть, как обстоятельства будут изменяться. Вы абсолютно удивитесь тому, что Бог может делать. и насколько много всего Он видит внутри вас. Когда в 15 главе притч что глаза Господа по всей земле на всю землю, это означает, что везде. Означает, что нет ни одного места, где нет глаз Господень. Его глаза везде. И Господь смотрит на ваш недостаток денег, недостаток в одежде, недостаток в еде, недостаток всего другого в вашей жизни. И Он говорит, приди ко Мне, принеси это Мне. И вы увидите, как все изменится. Оно изменится. И могу дать вам гарантию, что в вашей жизни есть власть, власть Царства Божьего. только если вы остаетесь и пребываете в Нем. Не оставляйте вашу власть и не говорите, что она плохая. И не говорите, нет никакой пользы в случае со мной, не одел очки и ничего не вижу. Так не делайте. Но часто так и бывает. Поэтому не знаю, но у меня такое ощущение, что некоторые из вас ободрились. И это цель такая, чтобы вы смогли увидеть свою власть в Нем. Поэтому, если вы встретитесь с плохими обстоятельствами, неправильными, у вас есть власть изменять их. Все, что есть на этой планете, Земля, изменяется и может измениться. Но все это начинается с нашего разума, с того, чтобы мы захотели измениться. Можем ли мы изменить наше мышление? Можете ли вы изменить свое мышление? Начать мыслить по-другому? Начать понять, что у вас есть что-то ценно, ценно, данное вам, Богом Всевышним. И что Он дал это для того, чтобы вы смогли использовать. И что это похоже на таланты разным людям. И для использования, на использование. А не для того, чтобы закопать. Однако все же некоторые закапывают. Поэтому используйте. А сейчас перерыв.